Есть боязнь выбора. Почему так трудно делать выбор? Ой, да не сложно делать выбор на самом деле. Это, знаете, такой... Ну, из моей практики я могу сказать. Это такой очень глубокий, глубокий детский страх, когда ребенок видел, знаете, вот в семье очень полярные отношения родителей. Папа агрессивный, а мама пассивно-плаксивая. И для того, чтобы папиного мужа агрессию выдерживать, этой маме приходилось так или иначе на своего ребенка, ну, каким-то способом это доносить, как-то там... Ну, как-то к нему относиться с меньшей любовью, с меньшей заботой, с меньшим вниманием, с меньшим пониманием, с меньшим внутренним вот этим женским таким теплом, заботой. А уход в себя и переработка, как же так, почему мне так, мы женщины эмоциональные, и породил вот этот детский страх ненужности и одиночества. Отсюда всевозможные у нас идут вот такие непростые отношения, когда мы обязательно попытаемся подстраховаться. Вот есть одна, нужна еще одна. Ну, на всякий случай. Вдруг тут что-то не получится, а вот туда я точно соскользну. Или, вот, допустим, как консультация первая была, да, тут настолько все хорошо и стабильно, настолько классно, и я, собственно говоря, ни о чем не заморачивалась, и у меня всегда были поклонники, а тут вот я на него не обращала внимания, а потом я же снизошла, я же снизошла. И вот эта снизошла, это и есть гордыня. И уж, коль меня к этому не тянет, то я тогда пошла к этому. Да, вот это пресловутый выбор, где-то бесконечно за чем-то лучшим, но мы никогда не хотим принимать того, что там, где мы находимся, нужно улучшать. Ну, это уже приелось, о чем там разговор. Почему, когда, ну, допустим, занимаешься семейными парами, первое спрашиваешь о том, расскажите мне что-нибудь хорошее, что у вас было, неважно, кто из супругов приходит. Вот она такая-сякая, или он такой-сякой. Я говорю, давайте мы с вами вспомним что-нибудь хорошее. Вот то прошлое, о котором был вопрос, вот что вас греет, к чему бы вам хотелось вернуться. То есть мы с вами поднимаем именно вот те хорошие положительные эмоциональные моменты, которые и дают толчок. И если их было достаточно много, достаточно глубоко проживались обоими супругами, а то, что где-то замаячило, вы действительно уверены в том, что это так? Или это быстрое какое-то такое, от какой-то, ну, наверное, непростой длящейся ситуации очень хотелось бы выскочить. Так вот, перед тем, как принимать решение, или давать себе такое очень релизорное право выбора, или позволить себе как-то играть этими напёрстками жизнями других людей, нужно очень чётко понимать, что, во-первых, качество отношений будет очень быстро и очень сурово усугубляться. И очень часто так получается, что ни тут, ни там. Это, знаете, между двумя стульчиками можно упасть. Но тогда даже воспоминания о прошлом или как-то объяснять не получится, потому что, во-первых, это предательство, во-вторых, это, ну, такая очень незрелая мужская или женская позиция. А незрелость и предательство, обман, ну, ответьте себе честно, он кого-то интересен? Да нет, конечно. Да нет, конечно. И в итоге мы теряем то, что имели, и не обретаем то, что хотели. Потому что мы всегда, к сожалению, хотим выглядеть лучше, нежели чем есть, и представляемся так как-то в самом лучшем и достойном свете, и обесцениваем то, при помощи чего мы такими стали. Ну, тогда будет откатная история, потому что, когда пыль в глаза, она всегда слетает, и человек снимает с себя маску, и оказывается, что не такое. Это как курортный роман. Там все на ненадолго и все на драйве. А когда возвращаемся, и получается совсем другая история. Так что выбор делается на каждом жизненном этапе свой. Это как подъем, как углубление во что-то более, ну, наверное, духовное, я бы сказала, или более эмоционально чувствительное. Это когда люди понимают, что такое прожитые вместе годы, сколько было пройдено, какова цена вопроса. И вот только с такой достаточно серьезной жизненной позиции, человеческой позиции, и выстраиваются более глубокие, более перспективные, и более длительные отношения. А вот это наперстки туда-сюда, да, их можно менять, да, можно менять. Но, к сожалению, это путь в однозначное одиночество или в какую-то зависимость, потому что на каждом этапе возникает вопрос, а как же я сюда попала? А что же мне делать? Вот кому интересно, посмотрите консультацию, инструкция, как там первая, да, консультация. Ну, очень показательная история, ну, очень показательная история. Обесценить можно все, что угодно, быстро. А вот обрести то, что было за годы в корзиночку по одной капельке или в бокал по одной капельке собрано, ох, как сложно, ох, как сложно. Так что уж лучше иметь достойные, хорошие, человеческие перспективные отношения, нежели возомнить себя кем-то и решать, что мне не могут отказать. Это опять-таки вот родительские отношения, это отсутствие внимания, отсутствие заботы в детстве и тоталитарность одного из родителей и вот выражается со временем в накопленных, отрицательных эмоциях вот в такие, ну, достаточно непростые, жизненные, очень затратные и внутренние такие глубоко страдальческие отношения, потому что разбивается вот это эгоистичное отношение. Ну, если еще по молодости это как-то, а чем старше человек становится, тем тяжелее это все принимается. И перед тем, как с кем-то, ну, условно расставаться или принимать какие-то судьбоносные, такие очень важные для вас решения, вы попытаетесь все-таки найти то хорошее, что так долго или какой-то период времени вас там наполняло, вам как-то давало сил или что-то было интересное, или что-то вы, объединившись, сделали, достигли. И только после того, когда здесь вы увидели все плюсы, вы должны уравновесить, какие же плюсы перевесят то, что должно быть в вашем будущем. И если там лучше, качественнее, перспективней, тогда да, тогда вопросов нет. А если это просто эмоции, это просто слова, ну, 10 раз подумайте, чтобы, ну, не было грустно и больно, и не тянуло без конца в прошлое, и не тянуло в ностальгию. И с другой стороны, что очень важно в таких моментах бывает, сам человек не пускает себя для того, чтобы, ну, хотя бы попробовать, честно признаться, в том, что был совершен какой-то не очень приятный поступок. И тогда страх начинает парализовать все тело, и человек начинает болеть. К сожалению, вот такая наша психологически-соматическая история откатом наше прошлое. От того, что не подумали, от того, что кого-то услышали, или кого-то послушали, или на что-то повелись, не понимая, а какие последствия. Мы же всегда страдаем с вами от последствий. И последствия — это самое тяжелое, и самое длительное, и самое внутренне переживаемое так, что с ними расстаться сложно и отпустить невозможно. Ну, как чемодан без ручки. Почему говорят, прошлое ушло, настоящая работа над ошибками, а будущее, оно всегда должно быть лучше, чем прошлое, а в настоящем вы должны делать для себя анализ, что мы берем из прошлого, и что мы хотим в настоящем преобразовать, изменить, улучшить, наполнить, и с этим идти в то самое светлое будущее, в то перспективное, в то достойное, ну, которое каждый из нас хотел бы, собственно говоря, прожить, ощутить, радоваться и получать удовольствие. Мы же здесь с вами все живем от того, что хотим удовольствия, хотим радости, хотим взаимопонимания, хотим общения, хотим знать, что рядом с нами люди, на которых можно положиться, а с которыми можно идти по жизни, что они не предадут, не обманут, что можно поговорить, то ли летом гуляя, то ли вечером сидя за чаем на кухне. Мы же все этого хотим. Другой вопрос. Почему так мало людей сейчас это все получает? Вот задумайтесь, вот задумайтесь над тем, так ли вы читаемы для тех, с кем находитесь рядом, так ли часто вы делаете работу над ошибками, для того, чтобы понимать все, что происходит вокруг вас. Если нет, то тогда и начинаются наши пресловутые ошибки и уроки, и мы с вами научиться должны их преодолевать, осознавать и делать из них верные выводы.